Приветствую вас в клубе силачей старой школы. Сегодня я расскажу вам об одной хорошо знакомой всем нам и в то же время о несправедливо забытой вещи. Элемент тренировочного инвентаря, который был обязательной составляющей тренинга всех атлетов золотой эры тяжелой атлетики и бодибилдинга. Это грудной эспандер. Наверняка у многих из вас лежит такой и пылится в шкафу. Во многом столь несерьезное отношение к ним вызвано тем, что большинство из представленных в продаже эспандеров имеют слабую нагрузку, что не позволяет прогрессировать в силе. Также большинство из них с металлическими пружинами, которые имеют тенденцию весьма болезненно защипывать кожу. Также сохранилось немного информации по упражнениям с эспандерами. В то же время эспандеры являются очень ценным инструментом для построения силы. Они позволяют дать мышцам нагрузку под такими углами, которые невозможны при работе с гантелями, штангой или собственным весом тела в силу действия гравитации. Вторым важным преимуществом является возрастающая нагрузка на мышцы по мере растяжения эспандера. Силовой потенциал наших мышц растет по мере их сокращения. Так, например, наиболее популярная мышца бицепс наиболее слаба в полностью растянутой позиции и наиболее сильна в сокращенной. При сгибании руки с гантелью нагрузка растет до момента, когда предплечье параллельно земле, так как вектор силы действует строго вертикально. Но затем нагрузка начинает снижаться и в точке полного сокращения мышцы практически исчезает. И это при строгой технике. Если атлет использует читинг, то бицепс получает еще меньше нагрузки. Теперь выполним это же упражнение с эспандером. Мы получаем нагрузку прямо пропорциональную силе мышцы, достигающей своего максимума в конечной точке. И если мы совместим два эспандера, то получим метод еще более лучший. Другим немаловажным преимуществом эспандеров является их транспортабельность. Резиновые эспандеры очень мало весят. Их можно взять с собой в любую поездку и провести отличную тренировку где угодно. Существует много упражнений с эспандерами, которые не могут быть выполнены ни с каким другим инвентарем. Например, жим эспандера за спиной. Отличное упражнение, которое позволит увеличить силу во многих жимовых упражнениях. Даст дополнительную стабильность вашим плечам, а также укрепит трицепсы, как ничто иное. Другое отличное упражнение – тяга эспандера за голову. Упражнение задействует преимущественно широчайшие мышцы спины, но также, как и все упражнения с эспандерами, дает работу мышцам плеч в тех точках амплитуды, где обычная нагрузка снижается. Традиционным оборудованием. Попробуйте включить эти упражнения в свою тренировочную программу, и вы убедитесь в их эффективности. Приглашаю всех в клуб силачей старой школы. Занятия проходят по воскресеньям, в час дня, в клубе «Кроссвит Герклеон». Тренируйтесь без травм, и помните, что сила, как и разум, может развиваться беспредельно. С вами был Булатов Сергей. До новых встреч, друзья!